Представляю вашему вниманию 12-минутную аудиозапись публикации «Как проверить пророчество и что нужно сделать для его исполнения». Первая часть содержит ряд библейских отрывков. Во второй я объясню, что происходит, когда верующий слушает голос Господа и повинуется ему. Итак, как проверить пророчество и что нужно сделать для его исполнения. В моей предыдущей публикации под названием «С кем ты дружишь?» я обещала написать о пророчествах, о том, как слышать голос Господа и как проверить истинность пророчества, действительно ли слово, полученное нами, было послано от Бога. Каждое слово, которое Господь являет человеку, в точности соответствует Писанию. Например, в Ветхом Завете мы часто встречаем пророческие слова о рождении Мессии, о Спасителе Иисусе Христе. А уже Новый Завет в точности описывает исполнение каждого из этих пророчеств. Рассмотрим несколько примеров соответственно из Ветхого и Нового Заветов. Итак, Сам Господь даст вам знамение. «Сея Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему – Эммануил». Пророчество Исаия, 7 глава, 14 стих. Это Ветхий Завет. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же Сына, и наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему – Эммануил, что значит с нами Бог». Евангелие от Матфея, 1 глава, стихи 20-23. Это Новый Завет. Приведу еще пару примеров. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Пророчество Мехея, 5 глава, 2 стих. Ветхий Завет. И Ирод, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться и Христу?» Они же сказали Ему – в Вифлееме Иудейском. Евангелие от Матфея, 2 глава, стихи 4-5. Новый Завет. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Каверине, Ассирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидова, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна». Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 1 по 5. Это Новый Завет. «Из Египта вызвал сына моего». Пророчество Осия, 11 глава, 1 стих. Ветхий Завет. «Когда же они отошлись, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет». «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Евангелие от Матфея, 2 глава, стихи 13-15. Новый Завет. Когда для исполнения пророчества установлен длительный период времени, Господь являет и ход его событий. Так, например, в вышеприведенных примерах, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, провозглашается, что спасительно зовут Иммануил, что он родится в Вифлееме, но Отец воззовет его из Египта. Это очень важное условие. Бывают случаи, когда пророческое слово произносится во имя Господа, однако оно так и не исполняется. Тем временем и пророчествующие, и, возможно, люди, принявшие данное пророчество, с надеждой ожидают его исполнения в ближайшем будущем. Во время 44-дневной войны 2020 года в Армении некоторые люди пророчески провозглашали, что Армения не только победит, но и захватит новые территории. Увы, неоспоримый факт заключается в том, что война закончилась горьким поражением, с огромными человеческими и территориальными потерями. Однако некоторые из пророчествующих победу и поверивших в это пророчество по-прежнему убеждены, что пророчество о победе было от Святого Духа, и армянский народ обязательно увидит эту победу, но в будущем. Эти провозглашения не могут быть от Господа, поскольку Бог бы точно иначе сформировал бы свое слово. Он обязательно указал бы весь ход событий и подчеркнул, что вначале будет великое поражение, но в дальнейшем придет победа, четко указывая последовательность времени. В приведенных выше местах Писания мы можем увидеть характер нашего Господа. Он заранее сообщает о ходе событий и следит за тем, чтобы они в точности были исполнены. «Да сбудется реченное Господом через пророка!» Так говорит Божие Слово в Евангелии от Матфея, 2 глава, 15 стих. Что касается победы в войне и возвращения утраченных территорий Армении, я глубоко убеждена, что это станет возможно только тогда, когда наш народ смирится перед Богом и после глубокого покаяния пойдет по путям, угодным Господу. И эта победа наверняка уже не будет достигнута ценой крови и новых жертв. Человек, получивший пророчество, играет важную роль в его исполнении. В Самарии была засуха и голод в течение трех лет. Господь повелел своему пророку Илии пойти к Ахабу. «Пойди и покажись Ахабу, и я дам дождь на землю» 3 царство, 18 глава, 1 стих. В 42 же стихе, той же самой главы, мы читаем. «И сказал Илия Ахабу, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». После того, как Илия передал слово от Господа Ахабу, он не бездействовал, а поднялся на гору Гармил для молитвы. Помолившись, один раз он послал своего отрока проверить, есть ли облако на небе. Давайте вместе прочтем эту книгу. 3 царство, 18 глава, стихи 43-45. И сказал отроку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до семи раз». Седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облако поднимается от моря, величную в ладонь, в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди, скажи Ахабу, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Господь всегда исполняет свое слово, но очень важно понимать, что у верующего также есть своя доля ответственности, и он должен исполнить то, что желает Господь. И здесь ключевую роль играет общение человека с Господом. Но для этого верующему необходимо знать голос Святого Духа и исполнять все в соответствии с его желаниями. Например, если бы Илья стал ждать дождя после того, как помолился всего лишь один раз, ничего бы не произошло. Но Илья, вознося молитву к Богу, понимал, что он должен был делать, и все его действия были целенаправленными. Господь всегда действует уникальным способом, поэтому, чтобы познать Божьи пути, необходимо иметь тесные взаимоотношения с Ним, и эти отношения должны постоянно развиваться. Если человек получил Слово от Господа, но оно не исполнилось, не стоит отчаиваться и допускать мысль, что Господь может быть неверен. Во-первых, необходимо проверить, соответствовало ли провозглашение Святому Писанию. Хотя бывают и случаи, когда провозглашенное Слово можно найти в Библии, однако оно все равно не является посланным Богом пророчеством. Поэтому очень важно, чтобы каждый благочестивый человек мог сам различать голос Господа, был приучен к этому и жил так, как желает Господь. Верующие люди не должны постоянно просить того или иного проповедника или церковного служителя молиться за них. Каждому верующему необходимо самому развивать тесные отношения с Господом и духовно расти. Только познавая Бога лично, верующие обретают способность получать ответы от Бога на волнующие их вопросы. Господь же ожидает от каждого из нас подобной близости. В вопросе, как слышать голос Святого Духа и понимание Его водительства, мне помогла книга Кеннета Хейгана «Как быть ведомым Духом Святым». Прочитав ее, я начала различать голос Господа и стала свидетелем многих чудес в своей жизни. Позднее, следуя водительству Духа Святого, я уже сама написала книгу «Кто услышит голос Господа», в которой я поясняю методы, которые Господь выбирает, чтобы передать людям свое слово, а также привожу соответствующие примеры. Важное событие в моей жизни В 1992 году, когда я делала первые шаги в руководстве социального служения «Пойдите, посмотрите», я молилась Господу и просила дать мне возможность получить соответствующее образование. Конечно же, мой первый учитель – это Дух Святой, и Его водительство необходимо мне в каждой ситуации. Однако профессиональное образование также важно и необходимо. Итак, помолившись, я получила слово от Господа «Брось якорь Твоей надежды в небо, к Тебе придет помощь из Англии». До этого я никогда не была в Англии и никого там не знала. И так как на то время я даже не знала, что Новый Завет упоминает о якоре надежды, я решила спросить одного из моих друзей о том, действительно ли это выражение упоминается в Библии. На что он дал мне положительный ответ и подтвердил его, прочитав отрывок из 6 главы послания к евреям, в котором написано, что мы должны крепко держаться обетований и наследовать их через надежду. «Прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Послание к евреям, 6 глава, стихи 18-19. Как замечательно Слово Божие говорит о необходимости держаться надежды, которая для нас подобна безопасному и крепкому якорю. Мне стало ясно, что я должна была ожидать ответа с небес, от Господа. И моя надежда на Господа действительно стала подобна крепкому якорю. Спустя некоторое время по водительству Святого Духа я встретила человека, который жил в Англии, и благодаря которому я обрела возможность получить профессиональное образование в Англии, Франции и Швейцарии. Но до этого, как все это было осуществлено, в моей жизни произошло немало значимых событий. Я была приглашена на семинар по организации и управлению социальной работы, которые проходили два раза в год в Ереване. Их организовывали специалисты из США и Европы. Я посещала эти семинары три года подряд, думая, что это была именно та дверь от Господа в ответ на мою молитву. После каждого семинара один из организаторов по имени Гай Калверт Ли всегда проводил дополнительную встречу со мной и задавал мне вопросы, связанные с моим служением. Вначале я вежливо отвечала на все его вопросы. Но так как в течение трех лет он каждый раз задавал одни и те же вопросы, а мне приходилось, естественно, давать одни и те же ответы, я решила больше не идти к нему навстречу, так как уже не видела в этом никакого смысла. К тому же во время наших разговоров он никогда не рассказывал о своих планах. И мне было лишь известно, что он является одним из организаторов этих семинаров. После трехлетнего перерыва он снова посетил Армению и опять предложил мне встретиться. Я согласилась только для того, чтобы на этот раз ответить на его вопросы так, чтобы у него навсегда пропала охота организовывать в дальнейшем со мной встречи. Ну, думаю, меня можно было понять. Просто у меня сложилось впечатление, что либо у этого человека проблемы с памятью, либо он теряет заметки, которые делал во время нашего разговора. И так мы встретились. И когда я подбирала в уме, как бы сухо и резко ему ответить, я услышала тихий, спокойный голос Святого Духа. «Будь вежлива и отвечай на все его вопросы, как подобает». Это меня сильно удивило, но я послушалась. Он вновь открыл свой компьютер и, как всегда, задал те же, знакомые мне до боли вопросы. Но в послушании Святому Духу я вежливо ответила на все то единого. Наш разговор, который продлился почти час, завершился, и мы любезно попрощались. Я все же уходила с надеждой, что больше никогда его не увижу, поскольку семинары были уже окончены, и мы получили все необходимые знания для организации управления социальным служением. Год спустя мне пришло приглашение из Англии для получения более углубленного и профессионального образования в Лондоне. Это приглашение было от Гая Калверта Ли. Впоследствии, благодаря финансированию его организации, я продолжила свое обучение во Франции и Швейцарии. Встретившись с ним уже в Лондоне, я также познакомилась с его женой и дочерью. Какими же они были прекрасными и благочестивыми людьми! Затем Гай Калверт Ли рассказал мне, что Бог вложил в его сердце и повел открыть широкие двери для моего обучения. Каждый год, проводя встречи со мной в Армении и задавая одни и те же вопросы, он убеждался в том, что мои планы и видения было получено с небес, потому что я всегда давала одни и те же ответы, неуклонно оставаясь верной тому, что получила от Бога. Но что могло бы произойти, если во время нашей последней встречи я не услышала бы голос Духа Святого или же не послушалась Его? «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я сказал и приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю». Пророчество Исаия, 46 глава, стихи с 8 по 11. Господь верен всегда.